Наказания соответствуют грехам. Поскольку грехи различаются степенью тяжести и вредом, который они причиняют, то соответственно различаются и наказания за них в этом мире и в мире вечном. С позволения Аллаха приведем здесь краткий, но содержательный рассказ об этом. В основе своей грехи делятся на две категории. Это неисполнение велений и нарушение запретов. Это два греха, посредством которых Всевышний Аллах испытал предков людей и джиннов. Они, в свою очередь, делятся на категории в соответствии с тем, посредством чего они совершаются. Это явные грехи, совершаемые органами тела, и тайные грехи, совершаемые сердцем. В зависимости от того, с чем эти грехи связаны, они делятся на грехи, представляющие собой нарушение прав Аллаха, и грехи, представляющие собой нарушение прав Его творений. Хотя всякое право творений заключает в себе и Его право, оно названо правом творений, потому что оно является правом, если они требуют Его соблюдения, и Его соблюдение перестает быть обязательным, если они отказываются от Него. Иными словами, если человек требует от другого соблюсти его право, то тот обязан соблюсти его. И для того, чтобы освободить себя от ответственности за вред, причиненный другому, человеку недостаточно раскаяться перед Аллахом. Он должен добиться, чтобы тот, чье право он ущемил, простил ему соблюдение его права или нанесенную ему обиду, и он обязан возместить пострадавшему нанесенный ущерб. И грехи делятся всего на четыре категории, связанные с владычеством, шайтанские, звериные и скотские. Грехи, связанные с владычеством, это когда человек примеряет на себя качества господства, которые предназначены не для него, то есть претендует на величие, демонстрирует гордыню, тиранию, подавляет, превозносится, порабощает творение и так далее. Сюда входит предавание Всевышнему Аллаху сотоварищей, которое бывает двух видов. Это предавание ему сотоварищей в его именах и качествах и признание иных богов наряду с ним, и предавание ему сотоварищей во взаимодействии с ним. Этот второй вид не обязательно вводит человека в огонь, даже если он и делает тщетным то деяние, в котором он предавал Аллаху сотоварищей. Это самые тяжкие грехи. В эту категорию входит и наговор на Аллаха без знания в том, что касается творения и велений. Совершающие грехи этой категории оспаривает у Всевышнего Аллаха господство и власть и приравнивает к нему кого-то. Это величайшие грехи перед Аллахом, на фоне которых благие деяния не приносят пользы. Шайтанские грехи — это уподобление шайтану в зависти, выходе за границы дозволенного, обмане, злобе, мошенничестве, кознях, призыве к ослушанию Аллаха и приукрашивании этого ослушания в чьих-то глазах, удерживании от покорности ему и внушении отвращения к ней, придумывании нововведений в религию и призыве к нововведениям и заблуждению. Эта категория по своей тяжести следует за первой, хотя и приносит меньше вреда, чем первая. Звериные грехи — это грехи, связанные с агрессией, гневом, кровопролитием, притеснением слабых и беззащитных. Сюда относятся разные способы причинения вреда представителям рода человеческого и дерзкая несправедливость по отношению к ним и покушение на них. Скотские грехи — это грехи наподобие ненасытности, стремления любым способом удовлетворить желание своей у трубы и половых органов. Отсюда рождается прелюбодеяние, воровство, присвоение имущества сироты, скупость, алчность, трусость, малодушие, отчаяние и так далее. К этой категории относятся большинство грехов людей, которые не способны совершать грехи звериные и связанные с владычеством. И через эту категорию они входят в остальные, и она словно ведет их в поводу к этим остальным категориям. И через нее они входят в категорию звериных и шайтанских грехов, а затем доходят до оспаривания господства и предавания Аллаху сотоварищей в его единстве. И тому, кто достаточно глубоко задумается над этой темой, станет ясно, что грехи — коридор, ведущий к предаванию Аллаху сотоварищей, неверию и оспариванию у Аллаха его господства. Тяжкие и малые грехи Коран, Сунна и согласное мнение сподвижников и их последователей, а также имамов, указывают на то, что среди грехов есть тяжкие и есть малые. Всевышний Аллах сказал, «Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено, то мы простим вам ваши прегрешения». Сура женщины, аят 31. И Всевышний Аллах сказал, «Они избегают великих грехов и мерзостей, совершая лишь небольшие и малочисленные проступки». Сура звезда, аят 32. В достоверном хадисе посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Совершение каждой из пяти обязательных молитв и каждой из пятничных молитв становится искуплением для прегрешений, совершенных в период между ней и предыдущей, и пост в каждый Рамадан становится искуплением для прегрешений, совершенных в период между ним и предыдущим Рамаданом, если обошлось без совершения тяжких грехов». Передал муслим. Эти искупающие действия могут иметь три степени воздействия. Первое. Они не способны искупить даже малые грехи из-за своей слабости и недостаточной искренности и несоблюдения прав этих деяний. Они подобны слабодействующему лекарству, которое из-за своего количества и качества не способно противостоять болезни. Вторая степень. Они достаточно сильны, чтобы искупить малые грехи, но недостаточно сильны, чтобы искупить тяжкие грехи. Третья степень. Они достаточно сильны, чтобы искупить малые грехи, а также некоторые тяжкие грехи. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Не сообщить ли вам о самых тяжких грехах?» Передатчик сказал, «Мы сказали, конечно, о посланник Аллаха». Он сказал, «Это предавание Аллаху сотоварищей, непочтительное отношение к родителям и лжесвидетельство», передали Аль-Бухари, Муслим, Ат-Тирмизи. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Остерегайтесь семи губительных грехов». Его спросили, «Каких же? О посланник Аллаха». Он ответил, «Это предавание Аллаху сотоварищей, колдовство, убиение души, которую Аллах запретил убивать, кроме как по праву, присвоение имущества сироты, расставщичество, отступление в день наступления и обвинение в распутстве целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих о подобном». Передали Аль-Бухари, Муслим. Тяжесть греха предавания Аллаху сотоварищей подтверждается множеством аятов и хадисов. Так Всевышний Аллах сказал, «Вот Люкман сказал своему сыну, наставляя его, «О сын мой, не предавай Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью». Сура Люкман, аят 13. И Всевышний Аллах сказал, «Поистине Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает. Кто же приобщается товарищей к Аллаху, тот измышляет великий грех». Сура Женщины, аят 48. Всевышний также сказал, «Поистине тому, кто предает Аллаху сотоварищей, он запретил рай, его пристанищем будет гиенна, и у несправедливых не будет помощников». Что касается убийства, то Всевышний Аллах сказал, «Они не поклоняются и не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, не имея на это права». Сура Различения, аят 68. То есть исключением являются оговоренные шариатом случаи, например, тот случай, когда преступника казнят в качестве воздаяния равным за преднамеренное убийство другого человека. Что же касается обвинения в распутстве целомудренных верующих женщин, то подразумеваются свободные целомудренные женщины, причем не только состоящие в браке, сказанное относится и к девственнице по согласному мнению ученых. Причем постановление в отношении клеветы на целомудренных мужчин такое же, как и в отношении клеветы на целомудренных женщин. Фатхальбари. Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает, что пророка, мир ему и благословение Аллаха, как-то спросили, «Какой грех самый тяжкий пред Аллахом?» Он ответил, «Когда ты приравниваешь кого-то к Аллаху, при том, что он сотворил тебя, он передает, «Я спросил, а затем какой?» Он ответил, «Когда ты убиваешь своего ребенка, потому что опасаешься, что он будет есть вместе с тобой. Я спросил, а затем какой?» Он ответил, «Когда ты совершаешь прелюбодеяние с женой соседа». И Всевышний Аллах не спасал подтверждения этому. Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, не имея на это права, и не прелюбодействуют. Сура развлечения, аят 78, передал Аль-Бухари. Ученые разошлись во мнениях относительно тяжких грехов. Ограничиваются ли они каким-то определенным числом? Они высказали два мнения. Те же, которые утверждали, что тяжких грехов определенное количество, высказали разные мнения относительно этого количества. Например, сообщается, что Ибн Омар, да будет доволен Аллах им и его отцом, говорил, «Тяжких девять. Предавание Аллаху сотоварищей, убийство человека, бегство с поля боя, обвинение целомудренной в прелюбодеянии, расставщичество, проедание имущества сироты, несправедливость и агрессия в мечети, а также деяние того, кто эксплуатирует людей, и плачь родителей из-за непочтительного отношения к ним». Адаб Муфрат. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал, «Наиболее тяжких грехов семь. Первый из них — предавание Аллаху сотоварищей. К ним также относятся убийство человека, обвинение целомудренных в прелюбодеянии и бедуинская жизнь после переселения». Адаб Муфрат. Абдуллах ибн Масуд сказал, что их четыре. Абдуллах ибн Омар говорил, что их семь. Абдуллах ибн Амар ибн Аляс утверждал, что их девять. Кто-то другой сказал, что их одиннадцать. Существует также мнение, что их семьдесят. Абуталиб Аль-Макки сказал, «Я собрал из слов сподвижников и обнаружил, что есть четыре тяжких греха, связанных с сердцем. Это предавание Аллаху сотоварищей, ширк, упорство в грехах, отчаяние в милости Аллаха и уверенность человека в том, что кара Господняя не коснется его. И есть четыре греха, связанные с языком. Это лжесвидетельство, обвинение целомудренных в распутстве, ложное клятва и колдовство. И есть три греха, связанных с утробой. Это употребление опьяняющих напитков, проедание имущества сироты и пожирание лихвы. И есть два греха, связанных с половыми органами. Это прелюбодеяние и мужеложство. И есть два греха, которые связаны с руками. Это убийство и воровство. И есть грех, связанный с ногами. Это бегство с поля. И есть один грех, который связан со всем телом. Это непочтительное отношение к родителям. Что же касается тех, кто не утверждает о существовании какого-то определенного количества тяжких грехов, то среди них есть считающие, что это все, что Аллах запретил в Коране. Тогда как все, что запретил посланник, мир ему и благословение Аллаха в сунне, относятся к малым грехам. А другая группа сказала, что если запрет сопровождается угрозой, будь то проклятие, гнев Аллаха или наказание, то это тяжкий грех. А если запрет не сопровождается ничем из этого, то это малый грех. Некоторые утверждали также, что все в отношении чего установлено определенное наказание в этом мире или имеется угроза, связанная с миром вечным, относятся к тяжким грехам. Если же с действием не связано ни то, ни другое, то это малый грех. Другие же сказали, что к числу тяжких грехов относится то, на что накладывали запрет шариаты всех пророков. Что же касается того, что запрещалось одним небесным законам, но разрешалось другим, то это малый грех. Говорили также, что если Аллах или его посланник, мир ему и благословение Аллаха, проклял совершающего некое действие, то это действие относится к числу тяжких грехов. Согласно другому мнению, «Тяжкие грехи» — это грехи, упомянутые в начале суры женщины, до аята «Если вы будете избегать тяжких грехов из того, что вам запрещено, то мы простим ваши скверные деяния». Сура женщины, аят 31. «Те же, которые не делят грехи на тяжкие и малые, сказали, что все грехи являются тяжкими с точки зрения того, что это проявление дерзости по отношению ко Всевышнему Аллаху, ослушание Его и противоречие Его велению. Если смотреть на то, кого человек ослушивается и чьи запреты нарушает, то получается, что любой грех является тяжким, ибо они равны по своему негативному влиянию». Они сказали, что разъяснить это можно следующим образом. «Всевышнему Аллаху грехи Его рабов не причиняют никакого вреда, и они никак не влияют на Него, и одни грехи перед Ним не являются более тяжкими, чем другие, то есть существует просто ослушание Его и противоречие Ему, и в этом грехи не отличаются друг от друга». Они также сказали, на это указывает и то, что негативное влияние грехов является следствием дерзости по отношению ко Всевышнему Господу и несоблюдение Его права. Соответственно, если человек выпил вино или вступил в близость с запретной для него женщиной, не считая эти действия запретным, то он объединяет невежество и зло, приносимое совершением запретного. Если бы эти действия совершил тот, кто убежден в их запретности, то получилось бы, что он совершает одно из двух проявлений зла. Вот он, в отличие от первого, заслуживает наказание. А отсюда следует, что зло, приносимое грехом, это следствие дерзости по отношению к Аллаху и несоблюдение Его права. Они сказали, на это указывает и то, что ослушание предполагает пренебрежительное отношение к велениям и запретам того, кому надлежит подчиняться, и святотатство. И в этом между грехами нет различий. Они также сказали, раб Аллаха не должен смотреть, тяжким или малым представляется грех душе его. Пусть он смотрит на положение того, кого он ослушивается, и его величие, и на то, как он нарушает установленные им запреты посредством своего ослушания. И в этом между грехами нет различий. Поистине, если великий царь, которому все подчиняются, отправил кого-то из своих невольников с поручением в дальнее место, а другому дал поручение здесь же, в доме, и оба они ослушались его, то оба они будут одинаково ненавистными для него и одинаково уронят себя в глазах царя. И они сказали, «Поэтому если человек ослушался Аллаха, не став совершать хадж, хотя живет в Мекке, или не пришел на пятничную молитву, хотя живет рядом с мечетью, то это более отвратительное ослушание, нежели отказ от упомянутых действий того, кто находится или живет далеко, поскольку обязанность, возложенная на этого, больше обязанности, возложенной на того». И если у человека есть 200 дирхамов, но он отказывается выплачивать с них закет, а у другого есть 200 миллионов, и он отказывается выплачивать с них закет, то они равны в своем отказе исполнять обязанность, возложенную на каждого из них. И вполне возможно, что и наказание их будет одинаково, поскольку каждый из них упорствует в своем отказе выплачивать закет со своего имущества, и не важно, много у него этого имущества или мало.